Пуми Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы поговорим о особенностях породы Пуми. Узнаем о характере собаки, а также коснемся темы ухода и питания. Пуми является представительницей редких пород собак. Венгерка по происхождению, она появилась на свет в начале 18 века, в результате селекции пастушей собаки-пули, с овчарками, терьерами и другими породами, из Германии и Франции. От немецких и французских овчарок, ей достались забавные приопущенные уши, и охранные качества. От пудель и кудрявая шерсть интеллект, а от терьеров, быстрота и ловкость движений. В 20 веке, Пуми добилась признания кинологов, и получила первый стандарт своей породы. Она классифицируется рабочей универсальной собакой. Пуми умеет пасти овец, охранять жилище, и вести охоту, на мелких хищников и грызунов. Внешность собаки обманчива. За задорным и шаловливым видом, скрывается глубокий характер. Пуми присущ чуткий нюх и отменный слух. Питомец не пропустит ни одного шороха, и оповестит об этом, заливистым лайм. Эти собаки бесконечно преданы человеку, и готовы служить ему верой и правдой. Между тем они ценители свободы и независимости. Пуми отличает неуемную энергичность, ум и сообразительность. Пес работает в полиции щейкой, а в деревне пастухом. Венгерка помогает людям охотиться на лисы барсуков, а также охраняет человеческое жилище. Согласно тестам ученых-исследователей, Пуми вошла в список самых преданных, послушных, сообразительных, интеллектуально развитых собак на планете. Стандарт породы предписывает рост до 45 сантиметров и вес до 14 килограммов. Корпус животного квадратный. Мускулатура тела и холка неярко выраженные. Конечности прямые, пропорциональные корпусу. Хвост кольцом заброшен на спину. Голова крупная, узкая морда. Прикус по типу ножницы. Уши треугольной формы, большие, полустоячие. Пуми не крупные, но очень смелые и выносливые собаки. Живут до 15 лет. Необычная шерсть служит одной из главных характеристик породы. Шерстяной покров плотный, кучерявый, словно накрученный на бегуди. Под шерсток мягкий. Окрас шерсти может быть черным, белым, серым или палевым. При уходе за такой собакой, важно обращать особое внимание на ее шерсть. Шубку нужно расчесывать ежедневно. В период линьки, питомца необходимо вычесывать, два-три раза в день. Для пуми допускается груминг и сезонная короткая стрижка шерсти. Важно не забывать проверять глаза и уши питомца. Для профилактики, их следует протирать и чистить специальными зоосредствами. Купают любимца по необходимости. Когти подстригают по мере их отрастания. Питание для пуми, должно быть сбалансированным и полезным. Собаку можно кормить сухим кормом, премиального класса, или кашами, приготовленными самостоятельно. В питании, 60% должно составлять нежирное мясо, 40% крупы, овощи и фрукты. Из круп, желательно выбирать рис и гречку. Собаке полезно давать творог и морскую рыбу. Во взрослом возрасте, в рацион питания, можно включить субпродукты. Собаки породы пуми, обладают покладистым характером. Они дружат с детьми, и хорошо уживаются с другими домашними животными. А вот с посторонними людьми, предпочитают держаться на расстоянии. Прогулки и физические нагрузки, для пуми требуются ежедневные, не менее двух часов. Питомцы этой породы, способны быстро усваивать команды, они в меру усидчивы, и редко бывают упрямы. При обучении и дрессировке, собаку надо поощрять, хвалить и ни в коем случае не ругать. Лучший вариант дрессуры, это игровая форма. Пуми сможет жить в городской квартире, либо в частном доме. Держать собаку в вольере или на цепи не рекомендуется. Кудрявая венгерка пуми, станет отличным охранником территории от посторонних. Она с радостью, составит компанию в путешествии, на охоте, или в турпоходе. Спасибо за внимание.